Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется Вера. Собственно, она описывает начало исхода как такового. И вкратце диалог Маше со Всевышним. Дальше начинается призыв к фараону от Маше и Аарона выпустить народ. Вот и первые семь казней описываются в этой недельной главе. По казни на день. Хотя они происходили не день за днем. Но вот в этой главе семь казней. И вы знаете, интересный момент, который я увидел в этой недельной главе. Ну, во-первых, здесь именно в ней содержится ключевой отрывок, основываясь на котором отсчитывается количество бокалов в иудейском седере. Значит, и этот отрывок – это исход 6 глава, с 6 по 8 стих. Итак, скажи сынам Исраэлевым, «Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцую простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Авраму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». И в этом отрывке можно увидеть интересный момент. Я, собственно, на него обратил внимание не сразу, а потом. Началась моя интересная мысль с другой фразы, которую я прочитал в этой же недельной главе. Это исход 6.23. «Аарон взял себе в жену или совету, доча Минадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, и Лиазара, и Тамара». Я прочитал эту фразу, и у меня в голове сразу сложилось, точнее, что-то не сложилось. Вот у нас есть обычный ход мыслей, обычные какие-то стандартные фразы, слова, которые мы используем, и иногда даже не задумываемся. Ну, это типа приятного аппетита. Аппетит на самом деле приятным быть не может. Он либо есть, либо его нет. А приятный или, ну, у кого бывает неприятный аппетит? Ну, то есть, понимаете, о чем речь. Мы говорим, сами не понимаем, что говорим. И вот здесь я понял тоже один интересный момент, когда я начал что-то понимать, я тут же поворачиваюсь к жене и говорю, скажи, пожалуйста, а я тебя взял в жены? Она, понимая, что такие вопросы я просто так не задаю, говорит, надо посмотреть к тубу. Я говорю, не понял, а что, без к тубы непонятно, я взял тебя в жены или нет? Она говорит, ну, да, взял меня в жены. Я говорю, хорошо, если я тебя взял в жены, где остальные? Не поняла. Я говорю, ну, в жены. То есть, предполагается, что жен много. Я к чему это говорю? Мы часто используем, когда говорим об этих вещах, об этих событиях, говорим, вот он взял ее в жены. Говорим так? Ну, говорим, понимаете? Почему я обратил внимание вот на этот отрывок? Взял себе в жену фраза, непривычная для моего сознания, потому что обычно мы говорим в жены. То есть, ну, понимаете, насколько это глубоко внутри нас сидит, что мы говорим и не понимаем, что говорим. И когда я понял, что жена должна быть одна, и не только на делах, но и на словах, то есть, я взял в жену, как и написано, причем там дальше фраза эта повторяется в отношении других мужей. Взял себе в жену. И у меня сразу же, как параллельное место, вот из выше приведенного отрывка о том, что Бог говорит, обращаясь к Израилю. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И интересно, что вот это приму и взял себе в жену в оригинале одно и то же слово. И мне сразу же параллельно вспомнилось другое место Писания. Это Осия, 2 глава, с 19 по 23 стих. Это Бог обращается к Израилю. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб, и вино, и илей. И сии услышит Исриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. Какая идея из выше приведенных отрывков? У Бога есть только один народ, который он обручает себе в жену. То есть для многих это может показаться несколько, ну, не совсем. Ну, как вот мы берем себе в жены кого-то, да. Точно так же, как бы, ну, у Бога много народов. На самом деле, в Писании есть одна четкая, простая идея. У Бога один народ, одна жена. Иначе он бы спокойно относился бы к многоженству. Потому что брак, он должен отражать взаимоотношения Бога со своим народом. Народ один, Бог один. Тогда возникает вопрос, а как же быть с другими народами? Ведь Израиль первенец, значит, народов быть должно быть много. Значит, ответ на этот вопрос деяния, 15 глава, 13-17. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Шимон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Из этого отрывка ясно, что Бог издревле планировал создать... Ну, как бы вот на этот момент уже существует народ Израиля, который принадлежит Богу, да? И оказывается, Бог издревле планировал себе создать еще один народ во имя свое, который состоял бы из не потомков Авраама и Эцхака Якова, но из представителей других народов. И вот смотрите, Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». А Павел неоднократно проводит идею о том, что Бог собирается из двух сделать одно. И получается, что у Бога народ один. Но тут нужно понимать, как бы, должна быть ясность терминологии. Иудаизм говорит «Бог один». В Писании говорит «Бог един». Сейчас об этой разнице я не буду вдаваться в подробности. С народом, оказывается, та же самая история. Народ один, но он при этом един. То есть, это народ, состоящий из представителей всех народов земли. И вот книга Откровений, 7 глава. Значит, она начинается с того, что там перечисляется 144 тысячи запечатленных из израильских колен. И дальше, значит, с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвами в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». То есть, смотрите, Бог не выбирает народы. Он создал один народ для себя, который принял себе в жену, а потом из других народов созидает еще один народ. Это получается как мужчину и женщину, как мужа и жену, которых потом соединяет в одно целое, и перед Богом становится один новый человек, то есть человечество, единое, созданное уже по образу и подобию сына его Мессии Ишуа. И народ один, но он един. Это действительно соборное такое явление. Значит, и поэтому, собственно говоря, мы должны понимать, что ни евреи без церкви, ни церковь без евреев, но только вместе, только в любви и взаимном согласии мы действительно можем предстать пред Богом. Та же самая идея касается и междиминационных взаимоотношений среди христианских церквей. Никто сам по себе не предстанет пред Богом. только как часть одного тела, как Павел об этом показывает, что все мы члены, но вместе мы одно тело. И мы должны это четко перед собой держать и понимать, что мы не можем поодиночке спасаться, только вместе, потому что у Бога взаимоотношения со своим народом, который состоит из всех нас. Поэтому давайте мы будем стараться, действительно стремиться к этому единству, к этому взаимопониманию, проявлять ту любовь, через которую, собственно, и реализуется наше подобие Богу. Спасибо большое. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить и приводить к большим переменам.